Это проповедь, которая требует вашу веру, чтобы она сбылась в вашей жизни. Если поверить этим словам, можно получить чудо восстановления. Смотрите, есть много того, что Бог заявил в Библии, что Он делает. Например, Бог спасает, Бог исцеляет, Бог благословляет. Все, что я перечислил выше, спасение автоматически не придет. Надо услышать и поверить. Книга Иоиль, вторая глава. Я буду читать с 23 стиха. И вы, чадо сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумно хлебом, и переполнятся, подточили виноградным соком и елеем. 25 стих, слушайте. И воздам вам, или по-простому, и восстановлю, еще по-другому, возвращу, еще по-двертому, дам то, что вы потеряли. Вот это суть восстановления. Читаю дальше. И написано так. Воздам вам, верну, восстановлю, возвращу вам первые те годы, которые пожиряли саранча, черви, жуки, гусеница, великое войско мое, которое послало на вас. И в ситости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Узнайте и узнайте, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. Вот заметите, что это потому, что они согрешили. Они не то наделали. Но когда они обратились к Богу, вернулись. И Бог говорит, теперь я воздам, возвращу все, что саранча съели. И червы, и жуки, и гусеницы. Что значит съели? Значит, они пришли на поля и съели все, что там было. Ничего там не осталось. Там пшеницу съедено, кукуруза съедена, картошка съедена, ничего нет. Получается, когда Бог говорит, я вас дам, он имеет в виду, я не буду использовать то, что у вас было, его уже нет. Но я найду, откуда взять, чтобы вам воздаст. И при том, здесь интересно, написано, воздам вам двадцать, какой там, пятый, я воздам вам за те годы. Вот по-простому вам объяснять. если ты должен был иметь двадцать мешков пшеницы за последние пять лет, но потому, что пять лет тому назад съели все, что у тебя было, и сейчас у тебя половина мешка. Но, судя по времени, у тебя должно было быть пять. Что такое восстановление? Бог говорит, я воздам за годы. То есть, я подгоняю и так, чтобы сейчас было столько, сколько, как будто никогда не были потери. Значит, Бог желает восстановить и принести, как будто никогда не были потери. Что мне нравится, это то, что они были в потере из-за собственной и постсобственной вины. Они были виновны. Но, когда они обратились к Богу всем сердцем, Бог сделал с ними чудо. Потому, что Бог, Он хочет, Он Бог восстановитель. это получает четвертое царство, восьмая глава. Вот, что там написано с третьего стиха. по прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистинской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Что произошло? Женщина это свое время посеяла в жизни Елисея. Дала ему горницу, чтобы он там отдыхал. И вот Елисей признак благодарности говорит ей, будет голод уходи в филистинскую землю и не будет здесь семь лет. И она ушла. Когда она вернулась назад ее землю забрали все что у нее было уже забрали. Поэтому она пришла к царю она ничего не хотела она хотела верните мне царь помогите мне чтобы мне вернули мое поле и мою землю которые забрали у меня когда я был в эмиграции семь лет. И вот смотрите что сделалось говорится когда эта женщина просила как раз в это время рассказывала Геезе царю историю об умершем сыне этой женщины и когда она подошла Бог так создал обстоятельства чтобы в это время Геезе разговаривал с царем и в результате Библия говорит царь сказал чтобы это шестой стих говорит и дай ей и дал ей царь одного из предварных и сказал возвратить ей все принадлежащее ей и не только и все что они выращивали собрали урожаи во всех временах в то время когда никого когда ее не было смотрите ей вернули не только земля ей вернули и земля ей вернули и все что собирали на этой земле в это время а я уверен что за это время доходы с поля из того дня как она ставля землю Тунине наверное использовали уже съели муку создали хлеб пекли продавали но царь говорит посчитайте сколько доходы были за все эти годы с того времени как ее не было и пожалуйста отдайте ей получается как будто в эмиграции она никогда и не была это как будто и голод никогда не было если бы она осталась там был голод она не столько бы не имела но заметьте Бог восстановитель Бог возвращающий Бог обновитель сделал чтобы не было как будто она никогда никуда не ушла это то что Бог желает делать в твою жизнь в твоей семье с твоими детьми с твоей работой с твоим бизнесом потому что Бог желает возвращать восстановить многие из вас есть вещи которые вы потеряли в жизни и вы уже как бы потеряли готовность их получить назад вы даже выключили из себя что это может снова быть в моей жизни Бог может такое делать дать тебе столько еды что ты забудешь что когда-то был голод дать тебе столько одежды что ты забудешь что когда-то было нагота дать тебе благословение настолько что ты забудешь что когда-то были прокладия потому что Бог желает для тебя всегда быть Богом восстановителем вот смотрите дело в чем израильский народ работали в Египте сколько лет с 400 лет без зарплаты они были рабами а рабам не даются зарплаты 400 лет Египет обогатился за счет израильского народа Египет столько стал сильным богатым благодаря народу израильскому они без зарплаты работали одно из качеств Господа Бога это качество которое называется Он Бог правосудний Он Его правосудие Он справедливый это означает посеял ты должен пожинать почему потому что Бог поставил такой закон если сеешь должен получить зарплату за работу вот почему говорит Бог плачут сотрудники твои из-за зарплаты которые ты им не дал а почему Бог ступается за них потому что Он справедливый Он хранит справедливость чтобы оно не нарушалось если ты работал тебе не дали ты имеешь право прийти к Богу плакать и Бог разберется с человеком причина его справедливость которая в нем не может оставить ситуацию нерешенную точно так же как его любовь не может оставить тебя умирающим точно так его сострадание не может оставить тебя плачущим так его справедливость не может оставить тебя невосполненным там где надо вот смотрите что делается израильские народы работают 400 лет а у них предназначение большое они должны строить святилище господнее они должны храм потом построить они должны много чего делать а у них ничего нет 400 лет работают без зарплаты и что делает Бог исход 12 35 стих пишется и сделали сыны израилевых по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и золотых и одежд господь же дал милость народу своему в глазах египтян и они давали ему и обобрал он египтян так бесплатно ли работал израилевский народ в общем-то нет да бесплатно но нет не бесплатно потому что Бог сделал что время когда пришел чтобы они вышли с египта всю свою зарплату они забрали за одну ночь абсолютно всю в результате египет остался банкротом потому что закон справедливости должно было поработать не можешь порабощать израильского народа 400 лет и не дать им ничего Бог их он Бог справедливый Бог правосудия он включится чтобы выравнивать виси и за одну ночь израильский народ забрал всю зарплату вышел с египта и как написано обобрал египет по нашему обанкротил забрал всю зарплату оказывается фараон радовался зря Бог видел и Бог думал ты думаешь что ты хитрый я приду и я разберусь и в результате фараон обанкротил собственную страну потому что есть качество у Бога ты не можешь вкладываться 200 и получать 5 и он молчит вы помните когда израильский народ они Бог пришел к ним и говорит ребята но обратите сердца ваши на пути ваши вы сеяли много и получили сколько мало вы ожидали много пришел сколько мало то есть Бог не говорил что так это норма Бог говорит смотрите это я же закрыл ему это не нравилось что он закрыл а они не могут не знать в чем дело поэтому он пришел с ним говорит слушайте я же я хочу справедливость вы же много сеяли вы должны собирать много а вы мало собираете но вот я хочу вас благословить но вы меня ограничиваете поднимаетесь на гор рубите дерево строите дом и то что вы ожидаете придет в том количестве как надо вот раньше мы всегда мы верили в Божьей любви мы верили в Божьи святости мы верили в Божьи праведности но мы не верили в Божьей справедливости у него есть справедливость которая должна тоже исполняться в жизни христианина притча 6 глава ну начну с 30 не спускают вор если он крадет чтобы носить душу свою когда он голоден но будучи пойман он заплатит всемиро и отдаст все имущество дома своего заметите действие этого закона восстановления возвращения потерянного это было в Ветхом завете если вор был пойман не возвращалось если он украл у тебя яблоко не заставляли вору отдать тебе одно яблоко заставляли его отдать тебе семь яблок это был прибылный бизнес чтобы вору тебя воровали потому что как только тебя украли главное поймать его и тебе уже семь раз больше вы понимаете поэтому некоторые господа учит знаю какие были еврейские народ да умные подношения к деньгам наверное они оставляли некоторые вещи на виду кто-то украл и нашли его и семь раз заметите что закон справедливости требовало чтобы в семь раз больше что дьявол украл у тебя за это время за эти годы попробуй вспомнить что дьявол у тебя забрал какие возможности какие способности какие дары дарить какие таланты какие доступы какие возможности шансы он украл заметите главный вопрос если он пойман это означает если я не поймал его я останусь ни с чем главное надо его поймать почему многие люди не получают свое восстановление а потому что они даже не в курсе что они потеряли они сидят и обвиняют Бога Бог забрал у меня то Бог забрал у меня то вора не поймали они обвиняют не того а надо было поймать вора а вот так бывает со всеми людьми в жизни и вор счастлив ты его не поймал причина ты сказал умереть болеть потерять это для всех людей и этим ты отпустил вор на свободу проблема у многих людей они никогда не поймают вора они тут начинают обвинять Бога обвинять сестру обвинять мужа жену обвинять детей родителей соседей если бы не они вот они виновны вот они виновны ты поймаешь все кроме того кто на самом деле украл вот эта слепота которую дьявол дает людям помогает людям помогает дьяволу мешать людям возвращать то что украдено я должен узнать что у меня украдено и вот поэтому Библия говорит если пойман если его поймал книга исход 22 первый стих Библия говорит так исход 22 стих 2 стих 1 если кто украдет вола или овцу и закалет или продаст то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу что интересно когда касается овцы Бог говорит 4 а воли 5 скажите мне что дороже овцы или воли что вы сказали воли получается тем больше у тебя украли тем больше восстановления вы заметили за воли 5 надо а за овцы 4 всего на всего некоторые из вас потери ваши большие вот как один брат сказал мне а я вообще психику потерял и это Бог мне вернет я говорю Он не вернет Он не у тебя не украл но Он восстановит Он даст тебе чтобы ты снова вместо потерянная психика по народному сезофрения Он даст тебе быть гением скажите со мной амин я понимаю что вам трудно это поверить но это да Бог такой может делать Он восстановит потерянное не Он забрал у тебя но восстановитель это Он спаситель это Он прощающий это Он целитель это Он и вот смотрите от Луки 9 19 глава есть история известная Евангелие от Луки глава 19 с 8 стиха Закхей же став и сказал Господу и сказал Господу Господи половину имения моего я дам нищим и если кого чем обидел воздам четверо Иисус сказал ему ныне пришло спасение дому сему потому что Он и Он Сын Авраам ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибщее слово погибщее это не о человеке только в том числе о человеке но все погибщее все потеряное все что Адам потерял все что потеряно в течение веков Иисус пришел восстановить взыскать вернуть все что украдено за все эти времена скажите со мной Амин когда Он пришел к Захею тут произошло двойное действие во первых Захея много чего поворовал поэтому восстановление здесь не только Захея в спасении Иисус делал двойная работа первое Захея наворовал и Он все вернул заметите по правилам в четверо вы заметили да то есть Иисус когда пришел к Захею спасая Захея Захея был тем человеком который забирал воровал ложное свидетельство лжесвидетельство Он обижал и Он знал принципы восстановления Захея и Он говорит Господи кого я обидел воздам сколько четверо поэтому Захея получил восстановление свое и там где Он воровал отдал восстановление другим потому что Бог работал и для Захея и также для тех кого Захея обидел 30 главы написано книга второго законе начиная с 2 стиха и обратился и обратился к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его как я заповедую тебе сегодня ты и сини твои от всего сердца твоего и от всей души твоей тогда Господь Бог после чего после того как ты обратился к Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих умилосердится над тобою и опять соберет тебя 40 хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба и оттуда соберет тебя Господь Бог твой а и оттуда возьмет тебя не важно как далеко не важно как много рассыпался не важно сколько были потери и не важно с какого конца по какой причине Библия говорит я соберу тебя и оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю которую владели отцы твои и получишь ее во владение 6 стих и обережешь Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего чтобы ты любил Господа Бога твоего и от всего сердца твоего и от всей души твоей дабы жить тебе тогда Господь Бог твой все проклятия си обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя которые гнали тебя и ты обратишь и будешь слушать гласа Господа Бога твоего исполнять все заповеди его которые заповедят тебе сегодня с избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих и в плоде жрева твоего в плоде скота твоего в плоде земли твоей ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе благоденствую тебе как он радовался об отцах твоих и вот написано если будешь слушать голоса Господа Бога твоего исполняя все заповеди постановления его как он говорил заметите Бог обещает он говорит я хочу тебя благословить я хочу возвращать тебя я хочу поднять тебя я хочу восстановить тебя я хочу собрать тебя я хочу чтобы ты снова радовался попал в землю свою землю своих мечти землю того о чем ты мечтал некоторые даже свои мечты выбросили давно потому что решили оно никому не надо да вы правы оно Богу надо только и тебе второму вообще никому и никто тебе не поможет кроме как Господь Бог и Он желает тебе отправить землю благословенную радостную где полнота и когда ты будешь смотреть назад ты не будешь верить своим глазам как так могло но тут начнешь видеть что стоп это только Богу если бы не Бог это только Богу если бы не Бог я так рад что Бог восстанавливает у меня были постоянные головные боли особенно сильно болела голова на перемену погоди я практически каждого дня была на обезболючих и одно служение когда пастор Генрій молился за стиление я просто почула что Бог торкнулся и это уже прошло три тижни но голова взагалі не болит я не принимаю таблеток и у меня настолько легкая светлість пришла я же давно от кого не відчувала Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение которое проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов а так же в среду в 19 часов ожидаем вас по адресу Киев улица Малинская 16 недалеко от станции метро Академ Городок пишите нам по адресу 01 001 Город Киев абонентский ящик 53 Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36 36